Саврасов, фамилию этого художника, каждый из нас помнит с пятого класса. Тогда по школьной программе мы писали сочинения по картине «Грачи прилетели» самому известному произведению мастера. Простота пейзажа и кажущаяся невзрачность выбранного для изображения времени года, но при этом ощутимая радость едва пришедшей весны. Лишь повзрослев, можно понять, в чем именно гениальность живописца. На выставке из Курска есть полотно кисти Алексея Саврасова, и оно притягивает взгляд. Несмотря на то, что не так известно, как нашумевшие «Грачи». Виктор Грушиновицкий, например, признался, что еще не прочитав, кто автор картины задержался возле нее, отошел, а затем вернулся, заинтересованный чем-то. Фондовские вещи показываются не так часто. И каждый музей всегда с удовольствием берет такую выставку, на которой можно поразмышлять и узнать что-то новое. Основу этой коллекции составили собрание нескольких семей, которые были связаны с Курской землей – это Борятинские, Нелидовы и Шварцы. Вот эту необъяснимую притягательность живописи великих, которую ощутить можно не только при сосерцании признанных шедевров, но и при знакомстве с малоизвестными полотнами или с ранними произведениями мастеров. К примеру, женский портрет кисти Василия Тропинина. Неповторимый авторский стиль уже узнаваем, но он еще в стадии становления, поиска художественных приемов и методов. А это изображение натурщика от Александра Иванова, известного своим грандиозным полотном «Явление Христа народу». Рядом его же полотно камни. Наблюдать за творческими поисками мастеров, видеть их малоизвестные работы – это словно оказаться в мастерской и подсмотреть за процессом создания чего-то великого. Были каноны в портретах, были какие-то определенные условности, которым следовали и живописцы, и иконописцы. Но здесь, на этой выставке, я вот именно увидел, пожалуй, я бы так выразил, какую-то грань дозволенного, которую начали наиболее личностно такие сильные художники преодолевать, переходить какие-то границы, но в творчестве. Не меньше интерес у зрителей могут вызвать полотна на библейские и исторические темы. Мы попадаем в галерею ярких национальных типажей, образов русской природы, жанровых сцен из жизни разных сословий, классические для эпохи, парадные портреты. Портреты вообще являются значительной частью этой выставки. Это такие известные исторические персонажи, как мать Петра Первого, Наталья Кирилла Нарышкина, Великая княгиня Мария Федоровна, Великий князь Константин Павлович Романов, сын Марии Федоровны. Вообще, этот портрет вызвал у нас некоторые вопросы, потому что само называется портрет царевича. Но, тем не менее, выяснилось, что это все-таки Великий князь Константин Павлович. То есть, это такой портрет-загадка. Одновременно с этой уникальной выставкой в Курске работает выставка из собрания Рязанского художественного музея. Это первый опыт взаимодействия галерей. Но сотрудники нашего музея, к которым присоединятся, пожалуй, все любители искусства, выражают надежду на то, что следующий проект, а он обязательно будет, станет поводом привезти в Рязань богатое собрание произведений Дейнеки, хранимое в Курске. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».